Один из самых главных выводов после саммита Большой Семерки заключается в том, что Трамп призвал вернуть в группу Россию, членство которой приостановили после присоединения Крыма в 2014 году, пишет Натя Анал Интерест. Как отмечает издание, после Второй мировой войны силовой захват территории позволялся крайне редко и чаще всего, наоборот, встречал вооруженный ответ, как в случае с Северной Кореей или с вторжением Ирака в Курии. Вот только без ответа за это время остался не только Крым, но и завоевание Израиля, напоминает автор статьи. Так, в июне 1967 года Израиль напал на Египет и захватил территории у него, а также у Сирии и Ордании. По мирному договору Синайский полуостров Израиль Египту вернул, но у него остались западный берег реки Ордан и сирийские голландские высоты. При этом к 2000 году они практически пришли к соглашению по голландским высотам, но затем политика Израиля изменилась, и в этом году уже Бениамин Нетаньяху заявил, что голланды навсегда останутся у Израиля. Однако, по словам автора статьи, претензии Израиля на голландские высоты имеют меньше оснований, чем у России, на Крым. Крым, по крайней мере, был частью России, пока Хрущев его не подарил Украине. Мало кто тогда придал значение этой передаче, ведь обе республики были частью СССР. Большинство живущих в Крыму, этнические русские, и присоединение к России там было воспринято с одобрением, отмечает автор статьи. А вот Израиль захватил голландские высоты силой, эта территория никогда не была частью Израиля или Палестины. К израильской колонизации большинство населения были сирийскими друзами, и многие из них отказались от предложения принять израильское гражданство. Возможно, предложение Трампа вернуть Россию в Большую Семерку и было плохо обдуманным, но в нем есть такой же смысл, как когда Россию впервые принимали в эту организацию. Россия – важный игрок как на политической, так и на экономической арене. Остальным членам Семерки нужно свыкнуться с этой мыслью, учитывая, что нет практически ни единого шанса, что Крым когда-либо снова станет частью Украины, отмечает автор статьи. Восстановление «восьмерки» не должно быть признанием принадлежности Крыма или как-либо связано с позицией по территориальным спорам, настаивает журналист. И точно так же администрации Трампа нужно принять, что государства не могут силой захватывать другие территории, какой бы ни была она то причина. Вопрос с голландскими высотами в этом ключе, по словам автора статьи, более показательный, ведь там речь идет исключительно о признании или непризнании, безо всякой дипломатии. Правительство Нетаньяху, чувствуя уверенность после переноса американского посольства в Иерусалим, настаивает, чтобы Вашингтон признал присоединение голландских высот к Израилю. И один конгрессмен уже вносил предложение по этому вопросу. Трамп отвергает понятие миропорядка, основанного на правилах, так что все будет зависеть от того, сможет ли он признать, что государство, которое использует военную силу для захвата чужих территорий, действует не в интересах США и глобального миропорядка, делает вывод на те она в интерес. Субтитры создавал DimaTorzok